Всем привет! Вы на канале Джаниши Девилоши. Не так давно на Аризоне обновили систему поисков кладов и теперь искать клады стало очень выгодно. Я решил запустить пункт кладоискателя. Буду начинать с полного нуля и в дальнейшем моей задачей будет собрать самый топовый сет вместе с картами кладов и стать топовым кладоискателем. Это первая серия и мы начинаем. Всем приятного просмотра! Хочу напомнить, что я играю на 23 сервере Arizona RP Holiday. Указывай мой ник при регистрации, вводи промокод решеточка.mm на пятом уровне и становись миллионером уже на старте игры. Так как я начинаю с полного нуля, у меня даже не было карты кладов. Первое, что я сделал, скачал карту кладов и теперь я готов объезжать точки. Нахожу свой первый клад, а точнее на стриме мне подсказали, что он здесь лежит, но сталкиваюсь с проблемой, что я не могу его выкопать, потому что у меня нет ни лопаты, ни разрешения, ни карты. Это надо исправлять и сейчас я попробую найти это все в аренду. Встречаюсь с игроком Степан Кладмен, большое ему спасибо, он сдает мне в аренду несколько карт кладов. Это конечно не самые топовые, но благодаря такому набору уже можно начинать искать клады. На этот раз все получится, такой вот типа я Джонни Девилоши приехал, у меня вот есть аренда карт и супер лопата. Я захожу сюда, зашел, 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 общество гладоискателей, так информация, шкатулка, улучшение это не то и покупаю. Все, я купил разрешение, теперь я могу искать клад, вот оно раз, погнали, возвращаемся теперь сюда, садимся в наш легендарный Рено Дастер и работаем. Поехали пацаны, первая, первая точка, давайте я буду искать по один. Все, на карте отмечено, на карте отмечено. Охереть она большая. Короче, от Вайнвуда до аэропорта ЛС. Все, вылетаем, погнали. Ура, это мой первый клад. Вопрос, какой корабль затонул в 1917 году, ответ Титаник. И из этого клада выпадает инструкция для разбора Хантер монеты и мусор. Ну, начало, если честно, не очень. Надеюсь, дальше будет лучше. Через минут 5-10 нахожу клад номер 2. Вопрос, сколько планет в Солнечной системе? Ответ 8. Падает какой-то аксессуар. Красный рюкзак, маска дьявола, бронза и золото. Это уже мой третий клад. Вопрос, как называется мультфильм, где все персонажи имеют желтый цвет кожи? Я сначала думал, что миньоны, но правильный ответ Симпсоны. Смотрим, аптечка, евро, распредвал и еще аптечка. Так себе. Так, клад номер 4. Если у прямоугольного стола отпилить один угол, сколько углов у него будет? Ответ, конечно же, 6. Ответ неправильный. Ответ, конечно же, 5. Получаем Хантер монету, костюм попугая, евро, биткоин. Так, это уже вроде бы пятый клад. Сейчас посмотрим. Надеюсь, пора уже давать запечатку или хотя бы сироп характеристик актера. Ну или гелик 6х6. Как называется пристройка к дому с открытой площадкой? Веранда. Ответ терраса. И выпадает талон Азекоин. И опять костюм попугая. И хлопок. Ну и аптечка. Копаю еще один клад. Вопрос. В каком году был выпущен первый айфон? Укажите число. Ну, вроде бы 2007. Костюм попугая, дракс и два слота с биткоинами. Это уже седьмой или восьмой клад. Подкапываем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И вопрос. Укажите столицу Великобритании. Лондон. Необычный рюкзак. Эликсир крипатуры. Блин, я думал это актер, сироп. На, и хуй тебе. Хантер монета. Так себе. Что за необычный рюкзак? А ну-ка, интересненько. Информация никаких бафов не дает. Понятно. Еще один клад на крыше ЛСПД. Сложно было сюда попасть. Пришлось прыгать через машину. Ладно, копаем. Вопрос. Как называется самый большой амфитеатр Древнего Рима? Колизей. Ответ правильный. Рецепт. Боже, рецепт. Я думал опять сироп. Что-то не везет. Фейерверки, трэш и в общем мусор. За два часа поисков мне удалось найти 9 кладов. Дорогие предметы типа сиропа или запечатки не выпали, но тем не менее миллионов 25-30 мне удалось заработать. Начало моего кладменского пути положено. Давайте наберем на этом видео 25 лайков и я выпущу вторую серию, в которой попробую найти 20 кладов. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.